Сеть магазинов Повелитель Воздуха. Сегодня с вами монтажник. Попробуем показать и даже покажем основные элементы монтажа. Сегодня у нас на обзоре кондиционер. Один из самых недорогих инверторных кондиционеров от компании Балу. Будем реализовывать его вот на этом объекте. Частично сделан ремонт. Выведена проводка под внутренний блок, чтобы питание подключить. Будем показывать, будем работать. Оставайтесь с нами, будет интересно. С чего начинается монтаж? Соответственно, с распаковки того, чего будем устанавливать. В первую очередь откроем коробку с внутренним блоком. Клиенты очень часто спрашивают, вы знаете, у меня здесь стена такая жидкая, будет ли он там висеть? Она состоит там, допустим, либо из гипсокартона, либо вообще из какого-нибудь картона. Сейчас я вам покажу, на чем крепится внутренний блок и что переживать за его благосостояние, когда он там висит, не стоит. В комплектации пульт, в комплектации инструкция, держатель для пульта и непосредственно сам блок. Тут клиенты всегда подходят и постараются помочь. Его достать, этого делать не стоит. Мы достанем его сами. Пусть вам будет казаться, что это не совсем аккуратно, но все-таки он появляется к нам на вид и на свет. Да, вот так вот все прям бросаем. А вообще мы его потом чуть ли не сломаем, когда будем разбирать. Достаточно неплохой кондиционер. И возвращаясь к теме, на чем же он все-таки держится и крепится, все внутренние блоки у всех кондиционеров крепятся на монтажную пластину. И вторая часть сплит-системы, более основная, которая отвечает за производительность, это внешний блок сплит-системы. Вот такая штука. Внешний блок висит у вас за окном, либо на стене вашего сооружения, здания, дома, дачи, чего угодно. Вот этот внешний блок, либо какой-либо другой, висит вот на таких кронштейнах. Достаточно крепкие, выдерживают большую нагрузку. Главное, хорошо их закрепить к несущей стене. Так, в первую очередь определяем, где у нас будет висеть внутренний блок, для того, чтобы закрепить монтажную пластину. То есть у нас уже здесь заранее выведен питающий провод. Учитываем, где у нас будет шторы проходить. Прикладываем монтажную пластину, знаем габариты внутреннего блока, отмечаем нулевую точку и по уровню выставляем отверстие, которое необходимо будет пробурить, чтобы закрепить монтажную пластину на качественный крепеж, в зависимости от материала стены, к которой мы крепим. Чтобы не испортить стены заказчика, обязательно делаем защитную пленку. Спасибо большое! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закрепили монтажную пластину, навешали внутренний блок. Теперь определяемся с местом, где будет выходить трасса на улицу. Не забываем о том, что самотеком должен уходить дренаж. Поэтому отверстие делаем чуть ниже, выходящее из трассы, трассу из кондиционера. Отметили место. Отметили его замечательным синеньким крестиком. Вот в этом месте будем делать отверстие диаметром 52 мм алмазной коронкой. Едем дальше. Сейчас я буду говорить немножечко погромче. Мы уменьшили чувствительность микрофона для того, чтобы продемонстрировать вам такую вещь. Заказчики часто спрашивают, много ли пыли будет при бурении наружной стены. То есть при том, когда мы делаем отверстие. Продемонстрируем это прямо сейчас. Продемонстрируем это прямо сейчас. Продемонстрируем это. 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 просверлили отверстие отверстие у нас получилось не маленькое по глубине имеется ввиду поэтому мы использовали удлинитель коронки при сверлении мы использовали дрель с микроударом что не дает нам больших разрушений на фасаде длина всего инструмента получается совсем не маленькая вот если я поставлю его рядом с собой вот 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 так вот да то она практически да я тоже невелик но инструмент тоже как бы не маленький вот сделали отверстие все замечательно сейчас будем замерять трассу и подготавливать ее к работе будем измерять трассу сколько она у нас метров сколько сантиметров для того чтобы не было лишних обрезков лишних перерасходов но конечно же небольшой запас мы все равно сделаем для этого мы будем использовать межблочный кабель непосредственно на нем мы отметим длину и его же и дальше будем использовать при монтаже каким образом это происходит немножечко поднимаемся здесь у нас располагается внутренний блок снаружи мы определили где у нас будет внешний блок просовываем кабель на улице его забираем отмечаем место внешнего блока отмечаем докуда у нас пойдут медные трубки вот здесь вот у нас будет подключение меди к внутреннему блоку делаем небольшой запас и трасса длина у нас готова дальше мы будем переходить уже к изготовлению самой трассы из нескольких частей она будет состоять обязательно покажу продолжаем замерили трассу растягиваем ее и прикрепляем к полу чтобы она нам не мешала и не царапала стены заказчика по ее длине с небольшим припуском также мы понимаем сколько у нас должна идти гофра для слива конденсата обязательно закрываем края чтобы не попал никакой мусор и медные трубки двух сечений которые бережно возим чтобы на них никто не наступал нигде не ударялись и не было никаких скрытых дефектов которые бы могли вылезти у вас при дальнейшей эксплуатации аккуратнейшим образом раскатываем и обрезаем обрезали и сразу же прикрыли колпачком чтобы также грязь туда не попала и то же самое делаем со второй дальше покажу использовать нужно медную трубу алюминиевая труба к монтажу сплит-систем не допускается причем что должна быть толстостенная труба не тонкостенная и не средняя а толстостенная она лучше переживает загибы лучше валицуется и вообще она больше подходит для правильного монтажа мотаем трассу я называю это мотаем трассу она будет состоять из двух медных трубок электрического проводника и дренажной трубы перед этим мы обязательно одеваем изоляцию на каждую из трубок одели изолирующий материал на медные трубы и обязательным образом вот эти вот места стыки мы заклеиваем герметичной лентой для того чтобы у нас не было здесь никаких теплопотерь и при просовывании трассы монтажные отверстия у нас ничего не сдвинулось все это сделали далее раскладываем трубки мы таким образом чтобы электрический провод у нас тут между ними это нам позволяет правильным образом сделать трассу чтобы она была менее подвержена изгибом неправильно и лучше себя чувствовал она конечно себя не чувствует но я так говорю во время монтажа предварительно проматываем ее малярным скотчем ровно укладывая а сверху потом делаем дополнительный изолирующий слой из специального материала трасса в данном случае у нас получается не длинная около трех метров но слишком короткую трассу тоже делать нельзя даже если у вас внешний и внутренний блок находится на очень близком расстоянии это особенность систем кондиционирования то есть трасса должна иметь определенную минимальную длину и вот край это сделать и теперь обматываем изолирующим материалом находим край это клейкая лента в данном случае все ровно придерживаем и поехали сильно перетягивать мы не перетягиваем потому что лучше теплоизолятор как всем известно кому не известно сейчас стало известно это воздух который содержится в порах данного материала но и любого другого тоже вот обматываем трассу и она у нас защищена от механических воздействий от воздействий ультрафиолетовых лучей и вот этот теплоизолирующий материал не разрушается домотаем покажу что делаем дальше домотали трассу теперь делаем следующую манипуляцию заглушки мы снимаем вот такая приспособа у меня есть можете ругать можете не ругать другие монтажники разумеется но я ее использую помещаю внутрь трубы и она помогает нам избежать любых заломов при прокладывании трассы если трасса длиннее чем вот эти так называемые вкладыш внутренней трубогимы по всякому их можно назвать то мы с одной стороны их используем и закладываем также с другой стороны и вот с такими вкладышами вкладками трассу мы можем выводя из фасада загибать и не бояться что у нас будет перелом подготовили трассу к закладке наружу через монтажные отверстия край замотали для того чтобы грязные туда не попадали никакие вещи обязательно израсходовали немножко друг материала но ничего главное чтобы все было замечательно и прокладываем трассу наружу делаем так чтобы дренаж был снизу вальцовка снимаем защитный колпачок у нас есть отметочка мы померили где нам необходимо сделать вальцовку делаем чистовой срез вальцовку показываем здесь чтобы было удобнее снять риммером снимаем кромку забираем оттуда пылесосиком все одеваем гаечку одеваем вальцовку и аккуратненько начинаем вальцевать не торопясь не спеша внимательно спешить нам некуда заказчик у нас один на сегодня надо чтобы он остался доволен и к нему возвращаться только для того чтобы сделать второй либо последующий монтаж сплит-системы отщелкнулась можно раскручивать и сейчас покажу вам что получилось с вальцовкой какого она качества получилось ровные без заломов без трещин без заусенок можно прикручивать внутренний блок и наружный вместе соединяя их магистралью всё сейчас и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Когда мы делаем соединение, мы не натягиваем трубу на конус Гаечка должна просто прижать ее Ровненько мы делаем Оставляем безо всяких бортиков И вот от руки она спокойненько закручивается Практически сама Вот То есть никакой деформации трубы Мы не допускаем Замотали трассу, чтобы защитить ее От ультрафиолетовых лучей, чтобы изоляция У нас не разрушалась Подключаем вакуумный насос Монометрическая станция Ну как бы монометр просто К сервисному крану Хорошо затянули Соединение все проверили Вакуумный насос Включили Он работает И открываем кран На монометре показывает, что у нас ушло В минус Все И сейчас сделаем более глубокий вакуум В зависимости от длины трассы От 20 минут А пока будем подключать электричество Прошло необходимое время Давление у нас осталось на прежнем месте Ждали мы не зря Соответственно у нас трасса Абсолютно герметична Сейчас будем Отсоединять Там есть свои тонкости О которых я на видео не буду говорить Но мы их соблюдаем И будем запускать фреон в систему Еще хотелось бы сказать По расположению внешнего блока Мы его располагаем так, чтобы В дальнейшем его можно было Обслуживать То есть из окна Запустили фреон в систему Затягиваем все гайки Плотно, прочно Чтобы все было крепко И герметизируем Отверстие, через которое прошла трасса Внешний блок у нас установлен Вакуумация проведена Сейчас будем производить Электроподключение внутреннего блока То есть подсоединение его к питанию В данном случае реализация будет Произведена следующим образом Обрезаем родной кабель И подсоединяем его К тому кабелю, который провел заказчик Отдельный провод идет На отдельный автомат Это по идее правильно Так должно быть То, что обрезается родной кабель Вопрос спорный Я этого не сторонник Но делаем, как пожелал заказчик Сняли изоляцию Сейчас померяем, сколько нужно Обрежем Соединим И питание на кондиционер у нас будет Так, покажу по поводу дренажа То есть дренаж Соединили к родной трубке дренажную Все Сделали герметизацию лентой И на всякий случай Еще пару хомутиков Дренаж должен быть самотеком Уходить наружу За стену Все Сейчас электричество сделаем И покажу, что получилось Дерем, сколько нужно И специальными ножницами Перерезаем Чтобы не разбрасывалось по комнате Кидаем на защитную пленку Раскладываем нужные нам провода Межблочный кабель идет Пятижильный Достаточно полутора квадратов Толще делать Смысла нету никакого Для скорости Закручиваем шуруповертом Потом обязательно протягиваем Отверткой Лишнее обрезаем И обязательно протягиваем Все Укладываем Где они должны быть В нужное место Межблочный кабель подключен Кабель питания Родной У данной модели идет С вилкой У некоторых моделей Вообще никакого кабеля нет Так даже удобнее Потому что Сразу подключаешь То, что нужно И какой нужно длины А с этим проводом Вот так вот Мы лишаемся гарантии А может быть Не лишаемся Вот сейчас будем соединять Таким вот образом Подключили электропитание Убираем его Соединяли на пресс Сейчас будем собирать корпус Вот о чем я говорил По поводу Вместе соприкосновения Корпуса Усиливаем дренажную трубку Чтоб Долгие годы Обслуживание кондиционера Никогда Никто ничего не повредил Это занимает время Это тратится материал Какой-никакой Но нужно сделать так Чтоб было все замечательно На данном адресе Заказчик отказался От кабель-канала Но Сказал, что прикроет сам Каким-то образом Я не могу позволить Себе оставить В недостойном виде Трассу Поэтому Немножечко обмотаю ее Виниловой лентой Трасса у нас уходит в сторону Поэтому здесь в кондиционере Мы Выламываем то, что выламывается Но остаются Небольшие пластиковые части Острые Которые лучше срезать и подрезать Потому что они могут повредить Нашу магистраль Самое страшное, если они повредят Дренажный шланг Поэтому Мы их подрезаем аккуратненько Выбираем острый уголок Который есть Простым канцелярским ножом Аккуратненько, не торопясь Сделайте, будет все хорошо И дренажный шланг В месте, где вот этот корпус Будет его Задевать Мы обязательно обматываем Для того, чтобы Не было никакого прямого воздействия На него При защелкивании корпуса Даже не в этот раз А при дальнейшем его обслуживании То есть, если мы сейчас Сделаем это аккуратно То при обслуживании Если кто-то другой будет это делать Он может его При защелкивании корпуса Просто-напросто порвать Чистыми руками Берем корпус От внутреннего блока Не забываем про провода Не забываем про то, что у нас вот здесь Можем что-то поранить По трассе, но у нас там Предохранитель все обмотано И аккуратненько защелкиваем Корпус на внутреннем блоке кондиционера Защелкнули корпус Теперь Крепим его В те же места, где они у нас и были Все, сейчас будем одевать крышку Так, крышка Провода Датчик температуры Панель управления Экран Визуализация через крышку Мы будем показывать И вход под Wi-Fi модуль Уложили провода Где они должны быть И сейчас закрываем крышкой Тоже аккуратно, чтобы нигде ничего не пережимало И сервисная кнопка была в доступе Ставим фильтр грубой очистки Закрываем И включаем Так, фильтр грубой очистки Сеточки За которыми нужно ухаживать Чем чаще вы будете обращаться к ним Чем чище они у вас будут Тем меньше грязи будет попадать внутрь Тем дольше и бесперебойней Проработает ваш кондиционер Сеонер Вот сейчас пленку можно снимать Включили питание Жалюзи сразу же автоматически закрылись Берем пульт Кстати, с 23 года батарейки Мизинчиковые здесь В комплект не входят Поэтому, если вы ожидаете Что к вам должны прийти С монтажом кондиционера Позаботьтесь о том Чтобы у вас были запасные батарейки Либо придется доставать Из пульта для телевизора Так, здесь все сделали Берем пульт И включаем Будет неплохо, если сразу же проверим дренажную систему Для этого берем бутылку с водой Открываем крышку Открываем крышку Достаем фильтры вот эти И льем водичку Чтобы понять, как работает у нас дренаж Уходит ли он туда, куда нужно Или сейчас он может палиться на стену Если сделали плохо После того, как запустили кондиционер Проверили дренаж С заказчиком пробегаемся по функционалу пульта Проверяем на тепло Проверяем на холод На осушение не проверяем Потому что это долго Но когда происходит осушение Вы видели, как конденсат льется из трубы Если не видели, то увидите Это будет чуть позже в видео Заказывайте кондиционеры у нас Вместе с монтажом Работа в одно окно Всегда есть с кого спросить Нам за свою работу не стыдно Все проверили Не забываем загерметизировать отверстия И после этого можно уже Убирать защитную пленку И заниматься уборкой И сборка инструмента До новых встреч Пока-пока